Добрый день, лейтенанты Капельмуринга и города Иваново. Водительское удостоверение, документы на автобус, страховой полис, путевой лист. Проводится массовая проверка у нас автобуса, операции автобус. Безопасность пассажиров превыше всего. В среду сотрудники госавтоинспекции проверяли автобусы. В поле зрения инспекторов попал и междугородний транспорт, и городской. Требования в данном случае разнятся. Межгород у нас автобусы оснащаются тахографами. Для того, чтобы убедиться, чтобы водитель не уснул в пути, соблюдает свой режим труда и отдыха. Автобусы межгородские оснащаются ремнями безопасности. Данное требование хотелось бы увидеть еще, чтобы оснащались городские автобусы. Но пока это еще не действует. Для безопасности пассажиров в автобусе обязательно должны быть огнетушители и аптечка. Причем имеет значение место их хранения. Все должно быть доступно на случай непредвиденной ситуации. Так, один в салоне, второй огнетушитель. Вчера только заметили, когда составляли протокол. Ну вот, как так-то? Не знаю, как он. Пристегнутый. Так, аптечки есть, запакованы, все нормально. Срок действия имеется. За отсутствие огнетушителя штраф. С водителя пассажирского транспорта спрашивают гораздо строже, чем с других участников движения. В этом автобусе огнетушители на месте. Но и без нарушений тоже не обошлось. Аптечки, я так понял, вот то, что лежат, да? Да. Откройте, пожалуйста. А там, поставим целые. Да что? Так вот. Уготовим дел. Так. Петерочек, вторая, это зайка. Это аптечка. Так, задержим несколько минут, составим постановление вот за такую аптечку. Ну, не дело, согласитесь. Запчасти вместо бинтов еще один красочный пример халатности перевозчиков. Такое не должно сходить с рук. Водителю также придется оплатить штраф. Ну и, конечно, эту аптечку заменить новой. В результате рейда штрафы получили не только нарушители из числа водителей. Были составлены три рапорта на руководителей транспортных предприятий. Здесь суммы уже намного существенней. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.